МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данные, которые поражают своим размахом. Киберпреступники украли данные 700 тысяч клиентов апотека. Несомненно, это огромная утечка данных жителей страны. Разумеется, пациенты волнуются, что именно смогли узнать о нас преступники и как они могут этой конфиденциальной информацией воспользоваться. Некоторые ответы на эти вопросы нашел Илья Бань. На данный момент установлено, что в феврале из аптечной базы данных были незаконно загружены или, попросту говоря, выкрадены личные коды около 700 тысяч владельцев клиентских карт Апотека, Апотека Бьюти и Пэтсири. Но это еще не все. Похищены более 400 тысяч адресов электронной почты, около 60 тысяч домашних адресов и около 30 тысяч телефонных номеров. Данные также включают в себя безрецептурные лекарства и прочие аптечные товары, которые были куплены в период с 2014 по 2020 год. Но это не касается рецептурных лекарств. Происшествие оказалось настолько серьезным, что было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении доступа к компьютерной системе. Цель уголовного расследования – выяснить все детали преступления, прежде всего, кто конкретно его совершил. Все полученные факты улики затем будут направлены в прокуратуру. Сама аптечная сеть в данном случае выступает как пострадавшая сторона. Одновременно надзорное дело производства открыла также инспекция по защите данных. Все детали преступления должны быть выяснены. Уже сегодня украденные данные могут быть использованы против людей, особенно на фоне того, что об этом преступлении сообщили во всех СМИ Эстонии. Будьте предельно бдительны, если с вами кто-нибудь, кроме администратора украденной базы данных компании Allium, свяжутся в связи с этой утечкой данных. С огромной вероятностью это мошенники, которые, воспользовавшись ситуацией, могут попытаться заполучить деньги или данные людей. Кстати, Allium UP уже начала оповещать о случившемся всех, чьи данные были скопированы. Но при этом, еще раз повторим, у людей никогда не станут запрашивать никаких дополнительных данных, а лишь проинформируют, причем по электронной почте. Не нажимайте на какие-либо веб-ссылки и не открывайте вложений. Если вы получите сообщения или звонки, содержащие признаки шантажа, как можно скорее обратитесь в полицию, следуйте ее указаниям. Только в прошлом году число киберпреступлений выросло на 25%. Эта тенденция подтверждает тот факт, что фирмы, занимающиеся обработкой личных данных, не всегда и недостаточно ответственно подходят к своим прямым обязанностям. Нужно не только зарабатывать деньги, но и гарантировать защиту личных данных. В наше время личные данные стали для каждого конкретного человека самой важной и ценной валютой. Делая клиентские карточки того или иного магазина или аптеки, мы априори верим, что наши деликатные данные таковыми и останутся. Будут ли кем-то из пострадавших поданы иски на возмещение морального ущерба, или это будет коллективный иск, мы узнаем в ближайшее время. Илья Бань, Андрес Лоуренд, Новости Таллина. Сегодняшний день для многих наших политиков и общественных деятелей начался кругом столом НАТО и ЕС, посвященным 75-летию Альянса. На самом деле это мероприятие уже в 12-й раз проводит эстонское общество НАТО, но в связи с юбилеем оно проходит в особой торжественности. А позднее днем перенеслись они в парк Штромка, где побывала Лентровская. Кстати, там напомнили еще об одном юбилее. В прошлую пятницу исполнилось 20 лет со дня вступления Эстонии в НАТО. В парке Штроми в Таллине сегодня было действительно впечатляющее мероприятие. На открытии звучала музыка в исполнении оркестра британских сухопотных войск «Пайпс энд Драмс». Конечно же, прибыла самая разная военная техника. Открыл день НАТО в Таллине посол в Великобритании, который отметил, что создание блока НАТО 75 лет назад и 20-летие членства Эстонии в Альянсе крайне важно как для Великобритании, так и для жителей Эстонии. Сегодня здесь наши солдаты, которые знакомы с военной техникой. Мы готовим еду на полевой кухне. А еще здесь наши солдаты из Шотландии, которые играют на валынках и танцуют. Покажем небольшое представление. Среди крупной техники были представлены реактивная система залпового огня М270, американский ракетный комплекс «Хаймерс», боевая машина «Верриор», бронетранспортеры «Грифон» и «Сису», а также танк «Челленджер». Мы празднуем День НАТО всю последнюю неделю. Это прекрасная возможность для нас и наших партнеров поездить по всей Эстонии, показать людям, что мы здесь, что мы делаем. Здесь у нас два боевых танка «Челленджер». Я командую этой машиной. Прекрасный танк, очень быстрый и очень хорошо управляемый. Он знаком всем нашим партнерам, например, и во Франции, и в Германии, так что их экипажи легко использовать во всех странах НАТО. Помимо техники, союзников Силы обороны Эстонии и Кайцелита тоже представили своё вооружение. Калибры оружия у всех союзников одинаковые, а на выставке мы показываем самое современное оружие, которое так просто не увидеть. Например, новый гранатомёт «Карл Густав», М2, М3 и М4 версии. Интересно было заглянуть и в машину к военным медикам. Мы знакомы сегодня с классическим военным медицинским комплектом, показываем, как его использовать и предлагаем небольшую игру. Кто быстрее и эффективнее всего, сумеет оказать первую помощь. Разыграем ситуацию и победителям предлагаем маленькие призы для мотивации. Весёлое мероприятие для всей семьи. Можно было увидеть содержание пайка Силы обороны, а также британские полевые повара предлагали попробовать еду, которую они обычно готовят для военных. Сегодня мы готовим брауни, чистка их с малиной, бургеры, роллы с курицей, корзиночки с лососами и икрой. Это повседневная еда, которую вполне можно приготовить здесь, на полевой кухне. Учитывая, что день выдался, хоть и холодный, но яркий и солнечный, событие прошло весело и пользовалось большой популярностью. Лена Туровская, Петр Илевайн, новости Таллина. Ожидаемая пресс-конференция правительства началась с заявлений премьера о юбилее НАТО и о том, что Эстония надёжно защищена благодаря членству в Альянсе. Не менее воодушевляюще звучали слова о повышении пенсии, хотя не очень ясно, кто победит в гонке, рост пенсии или рост цен. Что же до традиционных за последнее время тем образования, то тут послание от властей звучало твёрдо. Рассчитывать на послабление даже для детей с ограниченными возможностями не приходится. Подробности у Михаила Владиславлёва. Конечно, и на сегодняшней правительственной пресс-конференции таллиннские темы не были забыты. Всё-таки главное внимание уделили вопросам государственным. Это не случайно, ведь сразу после пресс-конференции в Доме Стеллэка прошла пресс-конференция в Министерстве финансов, где это ведомство представило свой весенний экономический прогноз. Особенных сюрпризов он, конечно, не принёс. Но это официальный документ, который и ляжет в основу финансовых решений правительства. Минфин констатировал, что ожидавшегося в конце прошлого года поворота в экономике не произошло. Хотя в последние два года причины, сдерживавшие оживление эстонской экономики, уже не оказывают столь существенного влияния. Рост цен затормозился, рост зарплат продолжается, банковские интересы должны в скором времени уменьшиться, безработица существенно не выросла. Но для госбюджета ситуация остаётся сложной, и правительству предстоит принять непростые решения. Хорошая новость заключается в том, что Минфин предсказывает уже в этом году стабильность. Экономический рост будет равен нулю, но и падение станет нулевым. Уже в следующем году предсказывается рост экономики на более чем на 2%, что позитивно. Но для финансовой ситуации это ещё не очень хорошо. Дефицит финансов растёт, будет расти и долговая нагрузка, если мы не примем нужных решений. Если же мы реализуем всё, что намечено в долгосрочной стратегии, то останемся в правильной траектории, но делать это становится всё сложнее. Всё же с 1 апреля произошло индексирование пенсии, растёт зарплата и реальные доходы населения растут. Но и семьям, и предпринимателям надо вернуть чувство уверенности. Пока же, по оценкам некоторых банков, Эстония по этому показателю стоит на предпоследнем месте в ЕС. Постепенно улучшается ситуация и у наших главных экспортных партнёров. Для правительства главной проблемой остаётся дефицит бюджета. Финансовая дисциплина требует сдержанности в расходах, что скажется и во многих сферах. Мы должны избежать быстрого роста долгового бремени. Но для здравоохранения меньший приток налогов, что означает и меньший приток социального налога, в этом году и в следующем году будет больше, чем планировалось. И сегодня правительство будет обсуждать финансирование здравоохранения в длительной перспективе и необходимость дополнительных вливаний. Надо понимать, что с учётом объективных факторов старения населения, увеличение числа хронических больных, уменьшение числа потенциальных работников, дефицит кассы здоровья не исчезнет сам собой, он будет лишь расти. 31 марта истёк и срок подачи ходатайств для отсрочки перехода школ на эстонский язык обучения. Они поступили из Нарвы, Марду и Таллина. Окончательное решение будет вынесено в течение пары недель. Что касается Лас-Навицкой основной школы, то министр образования готова на компромисс лишь по темпам перехода. Каждая ситуация будет всё-таки индивидуально оцениваться. Каждый ребёнок будет индивидуально оцениваться. И мы же очень хорошо понимаем, что дети с особыми потребностями, они нуждаются в особом подходе. В том числе и в особом подходе вопроса языка. Но просто абсолютные отсрочки о том, что мы не будем переходить в следующем году с этими детьми на эстонский язык преподавания, этого у нас всё-таки нет. Мы будем переходить. Вопрос только каким темпами. С точки зрения Кристины Каллас, многие проблемы связаны и с учителями, которым сложно перейти на современные методики обучения. Но у экспертов есть свои претензии к качеству и степени готовности самих методических материалов. В Таллине идёт смена власти и коалиционные переговоры в самом разгаре. Но в любом случае, каким бы ни был состав нового столичного правительства, на эстонский язык обучения все школы страны должны будут перейти с 1 сентября. Не похоже, что правительство готово сделать исключение или поблажки. Михаил Владиславов, Петер Оливайн, Новости Таллина. Похоже, что слово МУПа, то есть муниципальная полиция, чаще других звучало во время очередного раунда переговоров о создании Таллиннской коалиции. Теперь переговорщики, помимо других тем, взялись за МУПу и, похоже, что над их головами сгущаются тучи. Впрочем, не только в МУПа возможны крутые перемены, если новый коалиционный договор будет составлен. Работа над СМИ, как выяснил Сергей Овченков, идёт весьма активно. Накануне, во время проведения коалиционных переговоров, которые ведут в Таллине реформисты, социал-демократы, партии ИСАМА и ЭСТИ-200, речь шла о нескольких аспектах. В частности, обсуждались такие темы, как городское планирование, инфраструктура и безопасность. Относительно последнего обсуждалась также и дальнейшая судьба столичной муниципальной полиции. По мнению участников переговоров, необходимо более подробно обсудить то, должна ли дальше работать муниципальная полиция и, если да, то каким образом. В рамках темы безопасности мы обсудили вопросы подготовки к различным кризисам и как обезопасить жителей. И в будущем роль муниципальной полиции могла бы быть больше, но это ещё нужно тщательно продумать, как использовать данный ресурс и достаточно ли его. В результате дальнейшего аудита мы хотим понять, какая именно задача у муниципальной полиции. Да, мы прекрасно понимаем, что они оказывают некую поддержку полиции. Вопрос в том, каковы ещё их обязанности. На наш взгляд, МУПО точно не для того, чтобы только проверять, есть ли у людей билеты в автобусах, потому что такую функцию мог бы выполнять и частный сектор. Или мы могли бы передать эту задачу технологиям. В прошлом году столичная муниципальная полиция отметила своё 20-летие. Организация, которая изначально состояла из 8 человек, сейчас насчитывает порядка 200 сотрудников. Все эти годы работники МУПО не только проверяли билеты в общественном транспорте, контролировали парковку, уборку и следили за общественным порядком столицы, но и успешно выполняли самые непростые задания, связанные с меняющимися потребностями большого города. Достаточно вспомнить их помощь с раздачей масок в общественном транспорте во время пандемии или организация приёма первых украинских беженцев. Это стало тогда настоящим вызовом для МУПО, чья судьба теперь в руках новой коалиции. Между тем, несмотря на то, что участники переговоров характеризуют атмосферу дискуссии как продуктивную, всё равно остались темы, которые не находят полного согласия. У нас без обсуждения остались несколько тем, как, например, наличие советской символики или лишение права голоса. Мы считаем, что Таллиннское горсобрание должно приложить усилия для того, чтобы люди из третьих стран не могли бы голосовать на муниципальных выборах. Некоторые участники переговоров уже высказали своё мнение относительно того, что определиться с решением, должны ли граждане третьих стран голосовать на муниципальных выборах, должно государство, а не самоуправление. Министр внутренних дел Лаури Лайнометт заявил, что если бы такое решение было бы принято, то это вызовет разочарование и обиды среди населения, что уже в свою очередь приведёт к протестным выборам, на которых люди будут принимать решения не исходя из интересов родного города, а против проэстонских политических сил, которые сегодня представлены в Риге-Кугу. Ну а переговоры в нынешней коалиции столичного горсобрания продолжаются. Сергей Овченков, Юллар Лупь, Йонас Киммель. Новости Таллина. Тем временем создающаяся коалиция сообщила, что бесплатный транспорт в Таллине останется. Вроде бы поводов для беспокойства нет, но опытные жители, привыкшие к тому, что их зачастую банально обманывают, вспомним хотя бы обещание правительства до выборов не повышать налоги. Всё же вышли на акцию против отмены общественного бесплатного проезда. Тем более, что некоторые из будущих партнёров по коалиции произносили слова «пока не отменяется» или «до следующих выборов». Вопрос отмены бесплатного общественного транспорта в столице вызвал споры среди членов новой коалиции в Таллинском горсобрании. Напомним, что об этой идее особенно активно заявляли представители партии «Реформа», утверждая, что деньги, выделяемые на бесплатный общественный транспорт, можно было бы использовать по-другому. Но в результате переговоров социал-демократы и партия «Исама» уже заявили о своей позиции, что отменять транспорт в его нынешнем виде нельзя. Об этом также и сообщил сегодня председатель Таллинского городского собрания. Да и сами жители города также утверждают, что его ликвидация не приведёт ни к чему хорошему. Это показывает и результаты опроса, проведённого агентством «Нордстат», в результате которого выяснилось, что 82% горожан утверждают, что относятся к идее отмены бесплатного общественного транспорта отрицательно или скорее отрицательно, 14% положительно или скорее положительно, а 4% затруднились с ответом. Отрицательно отношусь. Сейчас транспорт бесплатный, работает отлично. Качество транспорта, как вы к этому относитесь? Ну, просто отлично. Часы можно проверять по транспорту. Лучше бесплатно, я считаю, да. И как бы это для всего населения Таллина, потому что, вы знаете, сейчас проблемы с ценами. Вот я как пенсионерка, ладно, там, да. А вот есть у которых маленькие дети, дети учатся, какие-то кружки. Ну, обязательно как-то считаться с этим. Я считаю, что бесплатный транспорт – это очень хорошо общественно. Находящаяся теперь в оппозиции в горсобрании Таллина Центрийская партия между тем считает, что, несмотря на обещания коалиции, столичный общественный транспорт может ожидать та же самая участь, что и транспорт уездный, который, напомним, был также бесплатным, но с 22 января нынешнего года перестал таким быть. Я напомню, что на государственном уровне уездный бесплатный общественный транспорт уже отменен. И точно так же говорили, что социал-демократы, что мы против отмены бесплатного общественного транспорта в уездах. Напомню, что портфель министра региональных дел принадлежит как раз социал-демократам. И он же своими же руками этот бесплатный общественный транспорт и задушил на уездном уровне. И теперь эти самые партии, по большому счету, эти же самые люди пришли к власти к городу и говорят, что пока сейчас до выборов мы это делать не будем. Но понятно, что если они утвердятся во власти, то сделают это в любом случае. Конечно же, мнения как за, так и против бесплатного общественного транспорта имеют право на существование, но нельзя забывать, что помимо такая система транспорта действует в Таллине с 2013 года. И данная инициатива, помимо поддержки подавляющего числа горожан, вызвала большой интерес в других странах. Так, например, в конце прошлого года в регионе Монпелье во Франции отменили плату за проезд в общественном транспорте, используя опыт Таллина. То есть получается, что один европейский город показал хороший пример другим европейским городам. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина. Доктор Юлия Рейнмец, кардиолог, заведующая Центром кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы, заглянула к нам в студию не случайно. Ведь именно сейчас начался традиционный месяц здоровья сердца. В этом году он посвящен сердечному здоровью именно представителей сильного пола. Почему мужчины живут меньше женщин, не ходят к врачам, нерегулярно сдают анализы, стесняются говорить о своих болезнях и в результате умирают раньше отпущенного им природы срока. Вопросов тут множество, и мы решили переадресовать их нашей гости. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, к сожалению, нерадостная статистика, потому что по данным Всемирной организации здравоохранения, у молодых и зрелых мужчин сердечно-сосудистые заболевания встречаются почти в два раза чаще, чем у женщин. Это на самом деле так, и здесь определяющим фактором является даже не то, чтобы это у мужчин. Эстония, опять же, Всемирная организация здравоохранения, определена в зону очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Множество факторов является этому причиной, но основное, за чего это сделано, у врачей имеются специальные такие схемы. Множество факторов – это для определения десятилетнего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Там учитывается всё – и пол, и статус по курению, и возраст человека, и его давление, и холестерин. И на основании этого мы знаем, каковы риски у данного человека. Мужчины, конечно, в более высоком риске, потому что у них и физическая активность меньше, у них и курение, и неверное питание, и так далее, и так далее. И всё вместе на каком-то этапе это начинает играть свою роль. Получается, когда нам говорят, что курение – это вредно, алкоголь вредит, питайтесь правильно, следите за своими жирами, то это всё, в общем-то, не сказки, нас не запугивают, это действительно реальные риски. Абсолютно верно. И если смотреть на эти рисковые факторы, наверное, я бы больше всего уделяла внимание курению. Это самый сильный такой рисковый фактор. Поэтому избавление от курения однозначно даст свой положительный эффект не только для сердечно-сосудистых заболеваний, а для всего организма, и дыхательная система, и умственная деятельность, и общее физическое состояние организма. Что же касается нашей физической активности? Нужно больше двигаться, но ведь зачастую мы очень часто подвержены и стрессом. Влияет ли это как-то? И стресс, и малоподвижный образ жизни – это всё вместе всегда идёт. Это такая компания. Физическая активность по последним руководствам, в общем-то, рекомендуется в объёме до 150 минут в неделю. Поэтому вот исходя из этого и надо рассчитывать. Это, конечно, не значит, что все должны бегать, прыгать и просто умирать на беговых дорожках. Но постоянная физическая активность с определённым темпом, несколько раз в неделю, чтобы всё вместе это составляло примерно 150 минут, однозначно показано. Мужчины ещё не спешат сдавать анализы в случае каких-то недугов, не спешат к врачу, нехотя говорят о каких-то проблемах. Но, видимо, сильный пол и хочет им оставаться, и показывать какие-то слабости, какие-то сложности, проблемы со своим здоровьем – это не их компетенции. Поэтому они очень часто скрывают, и, как обычно, у нас все думают, что само пройдёт. Но я всё-таки рекомендую, примерно начиная с 40 лет, уделять больше внимания своему здоровью, сдавать анализы, ведь и на обычных скринингах, на обычном контроле анализов, ультразвуков очень много что выявляется, особенно те заболевания, которые в начальной стадии, которые человек, может быть, ещё не чувствует, но они имеют место быть уже внутри организма. Юлия, спасибо вам большое. Будем внимательны к себе. В предстоящее воскресенье отмечается Всемирный день здоровья. Девиз 2024 года «Моё здоровье – моё право». Он напоминает чиновникам, что право на здоровье имеют все люди, независимо от расы, национальности, пола или возраста. Но, как отмечается, к сожалению, беда в том, что мы сами лишаем часто себя этого права. Достаточно вспомнить курение, неумеренное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и повышенное кровяное давление, за которыми мы не следим. В общем, люди сами нарушают своё право на здоровье, о чём напомнили нам и месячник сердца, и предстоящий Всемирный день здоровья, и наши гости – доктор Юлия Рейнмец, кардиолог, заведующая Центром кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы. Отличная новость пришла к нам из района Нымме. Там составился праздник стропил нового здания детского сада Мяннику. Конечно же, прежде всего, новый дом ждут воспитанники и персоналы этого дошкольного образовательного учреждения, тем более, что там будет то, чего нет ни в одном детском саду этого района. На праздничной церемонии побывал Вадим Малышкин и наша съёмочная группа. Старое здание детского сада Мяннику было принято в эксплуатацию в далёком 1963 году. Реновировать его было нецелесообразно. В новом здании будет 10 групп, два просторных зала, классы для занятий по интересам, зимний сад и многое другое. Также будут учтены потребности детей с особыми нуждами и созданы необходимые условия для их участия в жизни детского сада. Первое, что нас больше всего радует, это, конечно же, бассейн. В районе Нымя это будет первый детский сад, в котором будет бассейн. Это будет место, где мы будем заниматься, плавать и готовиться к лету. До конца этого года город запланировал открытие сразу нескольких муниципальных объектов. В этом году мы хотим открыть детский сад здесь в Мяннику. Конечно, имени Мудила, которая в Пяскула, конечно, садик Магдалена. У нас по всему городу в этом году хотим открыть четыре садика. И можно с уверенностью сказать, оставшиеся месяцы для всех, кто ждёт новый дом, пролетят быстро. И новости Таллина приедут уже поздравлять воспитанников и всех работников детского сада Мяннику с новосельем. Вадим Малышкин, Роман Васильев, Новости Таллина. Субтитры предоставил DimaTorzok будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений 1-3 метра в секунду, температура воздуха 1-2 градуса выше 0. В субботу днём облачная погода, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 2 метров в секунду, температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Ветер северный-северо-восточный от 2 до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 1-3 градуса. В воскресенье днём сохранится облачная погода, местами дожди. Ветер северных направлений около 7 метров в секунду, температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. И на этом мы завершаем сегодняшний выпуск, но завтра мы встретимся вновь, чтобы рассказать о самом важном в жизни столицы и предложить планы на субботу и воскресенье. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и в финале желаю хорошего завершения вечера. И до встречи завтра в программе «Новость Италина».